СОНИК БУМ КРИСТАЛЛ СВЕТА В этом шоу мы много веселимся, но сейчас отложим шутки в сторону, чтобы почтить настоящего героя. О, как же прекрасен этот сэндвич! Свет отключили, но у нас есть светящиеся костюмы. Мне не нужен модный светящийся костюм. Я отлично вижу и так. А тебя-то я и не заметил. Жаль, у меня нет светящегося костюма. Как все же причудливо, паутина судьбы. Я знаю, кто лишил нас света. Дай угадаю, марсиане, пришельцы, инспектор 34. Не говори глупости. У пришельцев есть идеи получше, чем играться со светом. Я говорю об Эггмане. Я согласен со Стикс. И это не самое приятное чувство. В логево Эггмана! Эй, я повесил звонок не просто так. Электричество отключилось. Ну тогда проваливайте. Зачем ты это сделал? Эй, я на жизнь зарабатываю роботами. Я не могу захватить власть, если у меня нет электричества. А у нас батареи еще полны. Ведь у них огромный ресурс. Просто у ваших мозгов очень малый расход энергии. Ха-ха-ха. Дай пять. Ах, да, конечно. Вы не хотите дать мне пять. Но называйте меня злодеем. Эггман прав. Хорошо. Нет, просто не в его стиле отключать электричество. Очень малый расход энергии. До меня только дошло. Этих батарей хватит еще на десяток лет. Не хотите рассказать нам, что происходит? Ничего. Просто ожидаемое отключение электричества. Есть и хорошая новость. Это аварийная сигнализация наконец-то замолчала. Ребята, мэр лжет. Он тут сказки рассказывает. Бред несет. Лжет. Стикс права. Уже второй раз, как я с ней соглашаюсь. Может, мне пора к врачу? Ладно, это не запланированное отключение. Наша деревня получает энерго от древнего кристалла. По крайней мере, получала. Я покажу вам. Теперь я понял, что, наверное, не стоило помещать кристалл, питающий энергией наш город, за секретной дверью, которая открывается с помощью электричества. Кристалл Мирокки. Он передается мэром из поколения в поколение. Но сейчас, кажется, его способность производить электричество иссякла. И как нам снова его зарядить? Возьмите эту карту и найдите новый кристалл. Я не хочу остаться в истории, как мэр, который все испортил. Мы в деле. Ни слова больше. А я не собирался. Дорогая Зоя, день первый. Удивительно, как много снега лежит всего в двух минутах ходьбы от города. День третий. Холод невыносимый. Впервые в жизни я всерьез понял предназначение зимних штанов. Ужасные времена. День двенадцатый. Я потерял счет времени. Возможно, что на самом деле сейчас второй день. Меня назвали Нэклс не просто так. Это же мое имя. Может, будет проще, если мы используем синюю мощь в режиме снегохода? Синяя мощь имеет режим снегохода, и ты говоришь об этом только сейчас? Кого подвезти? У-ху! У-ху! Это древний диалект. Попробую перевести. Я когда-то ходила на курсы. Сила и логика уведут тебя с пути. Коль желаешь войти, расслабься и отдохни. Ай, на это нет времени. Я пробью путь. Спасибо, Соник. Письмо для Зои испорчено. Придется начинать сначала. Дорогая Зоя, день первый. Здесь секретный код. Но тут столько вариантов. Мне понадобится века, чтобы подобрать верную комбинацию. Века, говоришь? Теперь до меня дошло. Только Накл сделал то, что было написано в загадке. Присел отдохнуть. О, до меня дошло. Герой – это такое название бутерброда. Дорогие странники, чтобы получить кристалл Мироки, вы должны разгадать три загадки и пройти три препятствия. Включая то, что снаружи? Не включая то, что снаружи. Зачем слушать этого слабака? С дороги, каменный человек! Ну, может, про слабака я и погорячилась. Нельзя же все воспринимать всерьез. Благородный страж, мы принимаем твой вызов. Хорошо, до скорого. Дорогие странники, чтобы продолжить путь и сдвинуть сей блок, скажите мне, сколько сторон имеет круг? Сначала скажи мне, из чего ты решил, что блок рифмоется с кругом. Ого! Когда он говорил о препятствиях, я надеялся на прыжки по плитам, а не на ядовитый газ. Круг же круглый! У него нет сторон! Что ж, не угадали. Есть еще какие-нибудь идеи? У круга две стороны. Снаружи и внутри. Правильный ответ! Я угадал? Дорогие странники, милую солнце, а тени нет. Ни вверху, ни внизу. Так каков ваш ответ? Здесь рифма есть, но размер ужасный. Ну, я не знаю, облака? Нет, они отбрасывают тень. Как насчет птиц? Ну, знаете, птицы такие прозрачные птицы. Надеюсь, нас подхватит ветер. Ветер! Правильный ответ! Молодец, Наклз! Два из двух! Мы играем в случайные числа. Один, один, один. Я мало чисел знаю. Так не старайся, путник ты. Ни звука в нем не отзовется. Ну, хрупко столь оно, что именем своим же разобьется. Хорошая рифма, хороший размер. Вот почему ты последний страж. Праличное пространство никогда не слышали. Ладно, Наклз, выдай им простой, но мудрый ответ и бежим отсюда! Хм, дайте-ка мне напрячь мозговые мускулы. А, да, неподвижные, точно. Давай, давай, давай! Тишина! Я не слышу своей мысли! Тишина! Правильный ответ! Вот он! Поменяю его на предмет такого же веса. Сейчас рухнет! Бежим отсюда! Тишина! Да! Получилось! Да! Назад! Назад, Илья! Переверну эту штуку, и она взорвется! А-а-а! 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 Вот вы где! Я уж думал, вы пропали навеки, как прошлая экспедиция. Нет, мы вернулись, и вот ваш кристалл пьероги. А-а-а! О-о-о! А-а-а! 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 Наклз, ты блестяще себя проявил. Ты гораздо умнее, чем мы думали. Чем кто? Никто. Все, проехали. Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная Сеть. СОНИК БУМ Без названия Как мы все знаем, главной достопримечательностью нашей деревни был гигантский шар из веревки. Пока кто-то не распутал его. Я сделал это для того, чтобы огромный камень не стер всю деревню с лица земли. Это было как вчера. Нет времени вспоминать. Нужно возрождать туризм. Есть идеи. А давайте сделаем фирменные майки с названием деревни. Давайте. Только напомни, пожалуйста, как именно она называется. По деревне должно быть какое-то название, и я знаю, где его найти. Ребята, все в библиотеку. Я могу посмотреть в интернете? На библиотеке очень нужны. Там есть быстрый поиск по карточкам и стеллажи книг на несколько этажей. Нашу. Да! Наша деревня изначально называлась Бэджервиль. В честь ее основателя бурсука Джиби Дайи. Он был владельцем банка и землевладельцем, и пришел к власти нечестным путем. Как хорошо, что таких правителей у нас больше нет. Он выгонял людей из домов, если ему нужно было что-то построить на этом месте. В итоге наши предки взбунтовались и выгнали его. Сняли все таблички с названием деревни. И после этого поленились повесить новое. По сути, она до сих пор называется Бэджервиль. Не может быть! Барсук Джиби Дайя был моим прадедушкой. Барсук Джиби Дайя делал все, что я ненавижу. Он упивал со властью, притеснял жителей, ставил глупые дорожные знаки. Ты тут ни при чем. Тебе нечего стыдиться. Да, я погорячилась. Спасибо, Эми. По-моему, все как-то странно смотрят на меня. А когда было иначе? Это не паранойя! Послушайте, я не такая, как Джиби Дайя! Я всем помогаю! Я спасла этого маленького моржа раз 15! Ты говоришь о моем ребенке? Мы не можем больше терпеть то, что эту деревню назвали в честь не лучшего барсука. Нужно переименовать ее! Согласна! Давайте соберемся и... Она пришла за нами! Надо ненадолго спрятаться. Эми не допустил, чтобы деревне дали глупое название. Как насчет Шимми Даунтаун? Ни за что. Нужно что-то классное, вроде Сониктопия. Нет, нужно строгое, грозное название, такое как «Ноклз». Мне оно чем-то нравится. Нужно имя, которое будет звучать красиво и позитивно. Например, «Долина радости». Мне очень нравится. Ну что ж, обманчиво и абстрактно, но не провокационно. Подходит. Да! Не так быстро. Не так быстро, спокойствие. Я пришел с миром. Я слышал, вы хотите переименовать деревню? У меня есть идеальный вариант. Эггман-сити. Мне нравится. Ну нет. Мы ни за что не назовем ее Эггман-сити. Кто это сказал? Пусть решит голосование. Да! Но мы же уже все решили. Это будет «Долина радости». Нельзя просто взять и переименовать ее. Нужно составить список, провести голосование. Это закон. Или что, вы пошли по стопам барсука Джаби-Дайи? Нет! Зеленые поляны, лазурные берега и костры у Нямбургера все это вы найдете в нашей чудесной долине радости. Ну что, вы готовы к Эггман-сити? Кто хочет бесплатную маечку? Спокойно. Майк хватит на силу. Граждане, за «Долину радости». Эй, здесь вам не библиотека. Эй, здесь вам не библиотека. Вообще-то, это библиотека. Виза у тебя совершенно нет чувства юмора. Эмми Роуз хочет назвать нашу деревню «Долиной радости». А вы знаете, что она дружит с известной заговорщицей и родственницей барсука Джаби-Дайи, барсучихой Стикс? Что еще скрывает Эмми Роуз? Не слушайте ее. Назовите деревню Эггман-сити. Я так больше не могу! Я сделала все, что могла. Будем ждать голосования и надеяться, что люди сделают правильный выбор. Верь в честный процесс. Все будет хорошо. Невероятно! За Эггман-сити проголосовало 98% жителей. Поговорим с победителем, доктором Эггманом. Спасибо, сэр. Я хочу поблагодарить всех, кто купился на блестящую компанию и проголосовал, не прочитав мои условия. И каковы они? На бесплатных майках и рекламных роликах вроде бы все написано. Да, но на майках также написано мелким шрифтом внизу, что в случае победы я получаю абсолютную власть. Вы, глупцы, выбрали меня верховным лидером. Кстати, я запрещаю все медиа. Вот теперь мы им покажем. Вам нужен кабинет. Сделайте меня, пожалуйста, министром внутренних дел. А меня водопроводчикам, а мне нравится девочкам. Пришла пора осуществить мои планы. Да, да, быстрее собирайте вещички. Пора навести порядок в деревне. Снести ее. Что это ты делаешь, Агман? Расчищаю место для нового парка аттракционов, который привлечет толпы туристов. Приходите. А как же жители? Они смогут играть и работать в парке. Здорово, да? Все, не мешайте. А вы помните, что я избран верховным лидером? Так что мои действия законны, и вы не вправе мне мешать. Я узнаю, как можно остановить тебя по закону. Все быстро со мной в библиотеку. Ладно, пойду одна. Пш-ш-ш-ш. Пш-ш-ш. Пш-ш. Девушки отдыхают В этой деревне мне больше нет места Ты в корне ошибаешься Я узнала, что несмотря на то, что Джабидая выгнали из города Он остался владельцем этих земель Надо же, какой жадина Пойми же, это значит, что по закону Вся земля принадлежит его потомку, тебе Вся земля моя и деревня тоже Ага Дома, магазины Да Антенны для чтения мыслей в виде деревьев Башни, где правительство прячет решельцев Подземная фабрика, где производится клонирование каждого из нас Если все это есть, оно твое Прогоним Эггмана из моей деревни Если ты не клон Эми, то жди меня здесь Если снести молодежный центр, я смогу расширить площадь парка Брось, Эггман Ты не сможешь уничтожить деревню Извини, я не слышу Тут очень шумно Стой! Согласно этим документам, Стикс владелица деревни То есть наши голоса ничего не значат? Вот именно, ничего не значат Но я обязательно верну деревню людям Я узнала все это благодаря общественной библиотеке Все кончено, Эггман Мне все равно, что вы лишили меня власти Я снесу этот центр О-о-о-о Хе-хе-хе-хе Э? Стороги! Быстрее, детишки, быстрее! Потом все дорисуете Что? Нет! Застряло! В этот раз ты победил! Впрочем, как всегда Мы должны извиниться перед тобой, Стикс И поэтому мы оставим название деревни Баджервиль Ну ладно! Деревня должна носить имя героя Краброго и Доблестного Назовем деревню Ежинная деревня Ого! Это что, получается, в мою честь? Я тебя понимаю, но все же... Не в твою честь А в честь ежихи Эми Роуз Которая помогала мне Всегда и везде А как вам название Наклз? Мне оно чем-то нравится Озвучено по заказу АО Первый канал Всемирная сеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...